Лучше один раз показать наглядно, чем много раз рассказывать, правда? Взяла сделать кольцекашку, а потом вспомнила, что, наверное, лучше записать. Уже успела перемолоть ракушку, вот такую вот. Я молю обычно немного, ну, то есть вот в данном случае у меня получилась вот такая мисочка, это где-то примерно полкилограмма, да, даже, наверное, чуть больше. Делаю я это в несколько заходов, потому что мой термомикс может тоже не выдержать. Теперь яйца. Улиточные яйца. Я уже, когда начала засыпать, тогда вдруг вспомнила. Так, попаду, не попаду, просыплю, не просыплю, вообще второй рукой надо помогать, ну, смысл вы поняли. Дальше идут вот эти яйца. У улиточных яиц получилось вот столько, целый термомикс. А, да, забыла сказать самое важное правило. Когда вы все приготовили, да, вот все мисочки, во что все это будете складывать, когда у вас все готово, обязательно сделайте так, чтобы мужа не было дома, иначе будет... Вот это все добро накрывается крышкой. А, я рукой, наверное, не смогу. А, кроме этого, сейчас, секундочку, это нужно еще все обязательно накрыть полотенцем, потому что это все будет... Сейчас покажу, почему. Потому что если полотенцем не накрыть, то смотрите, что будет. Ахалай-махалай, да? А нам это все не нужно на кухне, поэтому мы благополучно открываем, переносим все это дело в коридор. И уже в коридоре этот ахалай-махалай можем делать, да? Вот эти чудеса какие происходят. Но на кухне нам это явно не нужно, правда? Зачем нам эта пыль на кухне? Улиточья. И вот видите, из такой большой миски получилось вот всего-то яиц. Далее мне пришлось разделить на две части, потому что я более мелко промолола, а в первом случае было покрупнее. Поэтому первую часть я перемолола заново, и сейчас повторю то же самое со второй. Кстати, хочу заметить, что при более измельченном варианте, ахалай-махалай, вот этот вот получается, больше похож как раз-таки на джина, на выпуск джина. И еще хочу заметить, что после того, как промололи ракушечник, термомикс, ну или там чемолите, будет все грязное, да? После яиц, после кашек все становится аккуратненьким, чистеньким. Вот вам для наглядности, видите, стенки блестят. После ракушечника здесь все комом и трудно отмыть, поэтому любое, если вы будете молоть ракушку, то начинать она, конечно, с нее. А красоты этой получилось у нас ровно. 500 грамм, прям ровно-ровно, тютелька в тютельку. Представляете, из такого количества огромного яиц всего 500 грамм. Но это, конечно, на месяц кормления моему стаду. Вам было бы еще на большее. Далее в ход идет яичная скорлупа. У меня скорлупа сушится, ну как на кухне, так. А вот в таких примерно мисочках открытого типа, всякое разное, и вареное, и не вареное. Все вместе у меня сушится, у меня быстро все используется, поэтому не вопрос. То есть лежит, в принципе, вот так, вот в удобном месте, да? А когда уже высохло, то я перекладываю вот в такую вот штуку. Дальше. Прежде чем я высыпать термомикс, так, конечно, будет неудобно, поэтому мы берем в пакет. Пакет лучше всего брать от какой-нибудь паутинки. Ну, а от вермишелья он крепкий, руки не поранятся, он не порнется. И вот таким вот образом мынем вместо устройства этого нашего хорошенько все мынем. Получается, вот, смотрите, совсем не так много, да? Но насыпать, вообще, чтобы это устройство любое не сломать, лучше насыпать по чуть-чуть. Пусть будет частями, даже вот сейчас лишнее уберу. Но только, чтобы само устройство не сломалось частями и не подолгу. То есть по чуть-чуть выключать, по чуть-чуть выключать, тогда точно никакой агрегат не сломается. Здесь джинн получается уже более серьезный. Имеет смысл позвонить мужу, уточнить, чтобы он еще не подъезжал к дому. А если подъезжает, то вспомнить, что нет дома молока или еще чего, потому что... Так, кроме того, нужно, конечно, открывать и посматривать, чтобы по качеству нас устраивало. Это должно быть совершенно мелко. Вот в данном случае прям идеально мелко. Можно потрогать даже рукой, чтобы это была консистенция муки. То есть это должно быть как мука, не как соль даже, а как... Окончательно промывают термомикс. Теперь он стал идеально чистый и блестящий совершенно. Яиц, к сожалению, оказалось меньше, чем у литочных. Вот это да. Мы куриные яйца едим меньше, реже, чем улитки несут свои яйца. Весело, да? Не, на самом деле я просто долго копила, видимо, улитки. Поэтому... Я не убираю, я не чищу со скорлупы пленку, потому что пленка это белок, она тоже придется. Это первый. Ответ на какой-нибудь из вопросов, который, я уверена, будет, да? Второе. Я не перемываю эти яйца, я их не варю, я ничего. Я мою их в тот момент, когда мы используем их, то есть перед едой непосредственно. Итак, кальций готов. Вот он. Он перемешивается перед употреблением. Больше всего кладется куриных яиц. Но мы сейчас будем усиленно их есть, раз у нас не получается их много накопить. Совсем чуть-чуть я кладу ракушечник. Ракушку, да? И тоже немного я кладу яйца, яйца улиточные. То есть, грубо говоря, если брать из расчета одна ложка, одна ложка, вот этого ложек пять, да? Ну вот грубо, маленькими ложками, пластиками, если замерять. Одна ложка, одна ложка, из скорлупы ложек пять. Далее я начинаю делать кашку. Все, кто кашкой не кормит, видео на этом дальше не смотрят. В кашку у меня идет все. Что я встречу на кухне. Например, овсяные хлопья. Зелона, господи, зелона, чечевица. Риса, ну рис не буду. Рис, если бывает, то очень мало. Ну, у каждого не очень нужен. Перловка. Нут я еще пока не открывала, нут ни разу не пробовала, поэтому не буду пробовать. Вроде все. Сейчас посмотрим еще в другой выдвижном шкафчике. Может, еще что найду. В другом выдвижном шкафчике я нашла только пшено. Ну, не нашла кукурузную крупу. Жалко, они ее очень любят. Но ничего, будем делать только из того, что есть в наличии. Итак, поехали. Все по очереди. С кашами уже гораздо проще. Уже халай-махалай, слава богу, нету. Они быстро, хорошо, моментально. Но опять же, надо все делать по чуть-чуть. Это пшено в данном случае. Некоторые каши молятся очень быстро, некоторые медленнее. В последнюю минуту я вспомнила, что у меня еще есть гречка. О, маловато. Пойду-ка добавлю еще гречки. В общем, плюс гречка еще у меня образовалась. Вот кукурузную раза два включать приходится. Пшенка один раз. Перловку три раза включать. А гречку два раза приходится включать. Ну, то есть, каждая каша надо смотреть, надо брать в руки. И если это еще пока соль, то молоть дальше. И если все равно не получается мелко, значит, надо опять разделить. То есть, достать половину, половину промолоть заново. Вот, например, как получилось в моем случае. Да, вот это вот уже, это я уже повторно промолола, да, мука. А это изначально, то есть, когда пришлось разделить. Помните, я два стакана гречки бухнула. Оказывается, по одному все-таки надо. Еще я на кухне нашла тыквенные семечки. Кунжут. Он просто у меня просыпался, поэтому так бы я, конечно, лучше бы детям скормила. Вот, и в самую последнюю очередь я только возьму овсяные хлопья. В самую последнюю, потому что они будут чистить мой термомикс. И, наверное, я еще в конце напомню про гигиену после всего вот этого добра, что нужно сделать. Ну, на всякий случай все-таки скажу, наверное, пару слов еще, да. Сейчас все это перемолю и скажу. Ну вот, все это дело я закончила. Мой термомикс меня не подвел, не сломался. Муж не явился. Ругаться некому. Осталось замести следы. Во-первых, полотенце, которым пользовались, накрывали в стирку. Пол помыть. Влажную уборку сделать, потому что, помните, мы занимались яйцами. А яйца это не то, что мы обычно едим, да. Тем более здесь были улиточные яйца, поэтому тут надо вообще все теперь отпекать. Чтобы уж наверняка, ну, следы, что называется, припрятать, да. Обычно я... Это была неподготовленная запись у меня. Если бы я готовилась, то я бы, конечно, купила... Ну, как видите, просто мало что у себя, да. Я бы тогда купила бы полтавку, ячневую кашу. Ну, что-то такое более мелкое, что лучше молиться, да, а не перовку, например, засунула бы. Ну, вот, что было, то сделала. Приятного аппетита! Это все вместе я не смешиваю. Я все храню отдельно. И потом я беру баночку. Она у меня наверху стоит. И в эту баночку я уже ложкой, которой обычно кормлю пластиковый, да, накладываю столько по пропорции, что меня устраивает. То есть как можно больше кальция и по чуть-чуть кашек, чтобы все это дело разбавить. Чтобы, в общем-то, получилась целая баночка. Потому что одной баночки мне... У меня много террариумов. 65-70. И поэтому этой баночки мне хватает, грубо говоря, на все кормление. Но, может быть, что-то и останется. Но я к тому, что приличное количество получается, что нужно... В каждый террариум я кладу по чуть-чуть. В свободный доступ не ставлю. Хранится все это добро у меня в комнате, там же, где и улитки. Баночка, про которую я только что говорила, это вот такая мерная ложечка, которую я подкармливаю, кормлю. Это вот такая. Вот в нее я насыпаю, получается, слоями по чуть-чуть. Закрываю крышкой, хорошо встряхиваю. И уже этой смесью я потом кормлю. Кормить я ее могу или все за день, или за два выкармливать. Я не кормлю каждый день. Я кормлю тогда, когда у меня есть настроение и время.